Всем привет, дорогие друзья! Дай Бог доброго вечера! Сегодня у нас, как вы уже, по вашим, так сказать, просьбам, по вашим опросам, которые вы ответили. Добрый вечер, слава Богу, вы как по всем этим предложениям решили, что мы сегодня будем делать вопросы-ответы. То есть вы будете задавать вопросы, и мы будем на них с Божьей помощью стараться отвечать. Подождем, пока к нам потушится наш диакон Давид Гещан, и тогда начнем наш эфир сегодняшний. Прямо сейчас вы можете задать вопрос, каждый вопрос мы ответим. И вместе с этим ждем, пока наш диакон Давид Гещан подключится к нам. Сейчас Давид подключится, и мы начнем наш эфир. Давид Гещан? Давид? Да. Привет, брат мой. Привет. Доброго вечера. Доброго вечера. Как у тебя дела, все в порядке? Замечательно, слава Богу. Поздний час. Поздний час. Ну ничего страшного. В следующий раз, надеюсь, будет более, так сказать, простой. Первый вопрос, который хотелось бы задать Давид, пока наши подписчики там думают, что бы спросить, я задам те вопросы, которые мне заранее спрашивали. Говорят, что если умирает родственник 40 дней, надо ничего не слушать музыку. Это правда или что это? Ну 40 дней мы знаем, что это время, когда мы поминаем наших усопших. Ну, конечно, дело не в музыке, но в самом поведении тех людей, которые находятся в этом состоянии. И очень часто вы знаете, что в наших народных традициях, возможно, не так уж осмысленно проводятся эти 40 дней, которые по церковному преданию душа человека, она находится в своем путешествии в вечную жизнь. Это время усердной молитвы за усопших. Это не время плачи, не время рыданий, не время скорби, потому что мы, христиане, искренне веруем в то, что Господь всех нас ожидает со своей любовью в небесном царстве. Это время милости, молитвы за своих усопших и все то, что нам мешает, все то, что нас отграждает от молитвы, в это время мы, допустим, не используем, мы не пользуемся теми, всеми услугами всего мира, которые нас отвлекают от нашего духовного делания. Поэтому сказать только о музыке, я думаю, что это недостаточно. Конечно, от всяких увеселений, от всяких, не знаю, каких-то мероприятий, которые не соответствуют нашему этому духовному состоянию, духовному устоянию, молитве о своих родных и усопших. То есть состояние должно быть молитвенное, да, а не то, что там некоторые в скорбь или траур впадают. Вот. Знаете, что скорбь, конечно, в какой-то мере мы не можем совсем не скорбить, это какая-то печаль о разлуке. Не печаль, конечно, о том, что человек умер или он просто-напросто лишился жизни, но это печаль о разлуке. Я говорю о христианском образе жизни, о том, для чего мы живем. Конечно, если речь идет о тех людях, которые не верили в Бога, которые не верили с христианами, здесь, конечно, возможно, очень печально, потому что если кто-то из твоих родных умер, не имея упования на Христа, то, конечно, есть о чем попечалиться и еще больше есть о чем молиться, потому что единственный шанс, который имеет сейчас этот человек, это молитва ближних, милостыня за него, то есть раздача милости бедным, помощь бедным во имя этого умершего за него. Это, конечно, во многом может помочь ему, потому что его предсмертная участь очень туманна. А тут второй вопрос возникает, который, кстати, у нас здесь есть. А вот что наши молитвы могут сделать для усопших? Они что-либо могут изменить там? Да, естественно, мы не различаем наше временное и вечное в жизни, потому что Господь всегда присутствует. И особой разницы нет, мы молимся о временном или о вечном. Поэтому тот же самый Господь, который существует вне времени, вне пространства, Он принимает наши моления и говорит к Христосу, что все то, что вы попросите у Отца во имя Мое, дастся вам. Так как сам человек уже после своей предсмертной участи не может сам за себя молиться, у него уже отсутствует так называемая гномическая воля, то есть он уже живет по своему выбору, то, что он сейчас. То, что он сделал в своей жизни, соответственно, этому выбору продолжается его духовная участь. Но те люди, которые находятся еще во временном пространстве, конечно, их молитва имеет большое значение, поэтому Церковь установила особые дни поминования усопших, особые молитвы, которые помогают нам молить Господа о помощи. И мы знаем из истории Церкви, из предания, что были многие случаи, которые люди вымаливали своих усопших и каким-то образом облегчали их жизнь, потому что милосердие Господне безграничное. И, конечно же, свободная воля человека, которая проявляется его в молитве, она определенным образом влияет на это, на дарование милости Богу. Давиджан, то есть я правильно понимаю, такого не может быть, что человек всю жизнь, например, жил благопротивной жизнью и также и умер, но там оставил после себя, так сказать, людей, которые бы стали молиться за него, и все хорошо, он там уже наследовал рай. Такого нету, правильно? Какое-то облегчение участи может быть. Может облегчение быть, потому что очень по-разному. Знаете, что в разных духовных состояниях пребывают люди. Если даже какая-то небольшая милость Господня не зайдет на этого человека и утешит его в эти определенные образы, то, конечно, это очень большое плюс. Помните притчу о богаче Лазаре. Богачу многого не просил, говорит, пусть хотя бы он, говорит, свой палец окунет в воде и прикоснется к моему языку. Он даже самую маленькую вещь просил у бедного Лазаря, потому что даже капля воды, то есть, ну, в переносном образе, конечно, она влияет на состояние человека, поэтому даже капля нашей молитвы, капля милосердия Божьего, она многое может сделать в его участии. Понятно. Тут вопрос прямо вот тут наш брат во Христе задает. Говорит, объясните, братья, пожалуйста, стихи от Матфея, 8 глава, 21 по 22 стихи. Я прочитаю тебя. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить моего отца. Иисус сказал ему, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Тут вопрос, что это означает. Объясните, пожалуйста, что Господь просит. Да. Ну, знаете, что очень часто эти слова воспринимаются неадекватным образом, особенно в многих вне церковных динаминациях говорится. То есть не признается по поминке или похорону или молитва за усопших, говоря, что сам Господь сказал, что не должно. Не должен сказать, что не должен, сказал, что должны мертвые хоронить своих мертвецов. В чем проблема этого вопроса? Потому что человек должен был следовать за Христом. И по-еврейским обычаям пойти похоронить своего отца или свою мать означало определенное время прибыть с ними до их смерти. То есть не только это не было, не шла речь о похоронах, а шла речь о том, чтобы, возможно, несколько недель или месяцев пробыть со своими родителями для того, чтобы в последние времена или месяца их жизни он смог им подарить и ухаживать за ними, потом их уже похоронить. И так как этот человек собирался следовать за Христом, это, конечно же, мешало ему. То есть если он ушел бы, он уже не вернулся бы. И он не увидел бы, он не услышал бы благой вести. И Господь, зная, что из какой семьи он пришел, зная, что это окружение ничего благого, никакой пользы не даст ему, конечно, те люди, которые живут духовно мертвые, которые уже совершили свой выбор, которые не видят Бога в своей жизни. Потому что, как святые отцы говорят, что смерть души — это не видеть Бога. То есть если человек в своей жизни не видит православа Божия, не видит Бога, присутствия Божьего, он духовно мертв. Господь говорит, пусть эти духовно мертвые люди, и хоронят, или заботятся о своих мертвецах, а ты иди и следуй за Мною. Если бы не было следующей заповеди, следуй за Мною. Я не думаю, что Господь сказал бы это. Так как смысл его слов было, чтобы человек следовал за Христом, оставлю все. Именно поэтому он ему дал это совет, это слово, чтобы он следовал за Христом. Именно за Христом. В другом месте Господь говорит, что кто даже не видит своего отца или матери, он не может стать своим учеником. Даже такие строгие слова говорит Господь, потому что самое главное в жизни человека — это возлюбить Господа, следовать за Ним, и все остальное уже именно из этого следует в жизни человека. Поэтому нельзя оставить то, что первичное в своей жизни, и следовать вторичным и остальным вещам. Понял. Так, тут еще один вопрос у нас прямо вот здесь написали. «Почему в Библии не написано о дочерях Адама и Евы?» Вопрос только здесь. Не только о дочерях Адама и Евы, а о других каких-то потомках немного сказано. Вопрос дочерей довольно прост, потому что в библейских родословиях не упоминается в основном дочери. Если мы посмотрим все родословия, там говорится, может упоминаться жена некоторого мужа или праведника, или жена, которая жила в праведности. И упоминаются его сыновья, потому что они были продолжателями рода. Или же говорится, что он имел сынов и дочерей. Но имен дочерей мы практически не встречаем в библейских родословиях, поэтому не было никакого в этом контексте, в контексте иудейском, не было такой традиции упоминовать дочерей. А других... Потом говорится только о родословии Сифа, которое стало продолжателем рода. Остальных детей были или не было, или все это даже более глубокий аллегорический смысл. А где-то это уже остается вопрос другого толкования. То есть мы встречаем, потому что там написано, что и родили они там много детей, там мужчины и женщины, дочерей и сыновей. Но как бы конкретно о дочерях, что там было, об этом не говорится. То есть это как такая библейская культура. Такая культура библейская. Это иудейская культура. То есть в иудейской традиции это в словах не упоминается дочери. Потому что продолжателем рода, носителем фамилии рода является сыном. Вопрос задают. За месяц до смерти мой брат исповедовался. Ездил по церквям и говорил, что очень рад, что к этому пришел. Через время его не стало, хотя сам он этого не знал. Скажите, как это объясняется? Чувствовал что-то? Вы знаете, что это ничего духовного в жизни человека не бывает напрасно или не бывает случайно. И, конечно, очень часто милостивый Господь дает людям возможность почувствовать временность этой жизни, почувствовать, что нужно что-то менять, почувствовать какой-то запах вечности. Каждый по-своему, по своим возможностям это чувствует. Я много очень случаев знаю в духовной практике, когда люди чувствовали то, что им уже нужно готовиться к пути в вечность. Я не могу, конечно, личный способ, я не знаю предыстория этого вопроса, но я скажу, что это очень часто бывает, что люди чувствуют, готовятся. И самым лучшим подготовкой к смерти является исповедь. покаяние и исповедь. Ничего большего я не могу представить, когда человек перед своим смертным одром очищается посредством таинства исповеди от всех согрешений и треникается в них. Это является его очень большим упованием, большой надеждой на вечное спасение. Даже самый закрятый грешник, мы знаем, что если исповедует от сердца и покается в своих грехах, то он посредством той благодати, которую Христос дал своей церкви, он посредством этой благодати получает разрешение и жизнь вечная. Поэтому... Такой тут серьезный вопрос такой. Это сейчас Эдгар Госполян спрашивает. Моему сыну скоро пять лет, и я периодически говорю ему о Боге, и в рамках его понимания объясняю ему, кто есть Бог. Не очень ли рано ему, и до какого предела я могу с сыном говорить о Боге? Вопрос, конечно, очень важный, потому что воспитание детей, духовное воспитание ребенка является основным фактором его развития. Говорить о Боге очень хорошо, но очень важно правильным языком говорить о Боге. Ребенку представить Бога так, как это было бы правильно, без какой-то внешней сказочности, потому что, если говорить о Боге как о каком-то сказочном персонаже, о каком-то добром дедушке, это может просто-напросто смешаться со всеми его детскими сказками, и когда он вырастет, он поймет, что сказки являются неправильными, он может с этой разуверенности в сказках также разувериться в личности Бога. Поэтому нужно в этом возрасте определенным образом говорить о Боге, но ни в коем образе не говорить в образе тех сказочных персонажей, которых, конечно, вы знаете, то есть он не является одним из тех сказочных, не знаю, добрых каких-то персонажей, он не является личностным, творцом, можно сказать ребенку, что знаешь, мы твои родители, но тебя сотворил Бог, он всегда будет в твоей жизни, ты вырастешь, ты многое поменяется в твоей жизни, но самым основным, что будет у тебя самым большим упованием, самым большой надеждой, самым большой любовью, это является твой создатель, и мы твои родители. Я думаю, что особенно сейчас поколение очень быстро понимает и очень здраво размышляет, поэтому нужно и необходимо во всем, в всяком возрасте говорить с детьми о Боге, но быть очень осторожным и о сложностях как-то очень по-церковной или как-то каким-то богословским языком говорить с одной стороны. С другой стороны, это простота, этот язык каких-то историй или сказок нужно очень большой осторожностью употреблять, чтобы не смешать реальность Бога с нереальностью сказочных персонажей. То есть самое важное, чтобы мы это делали серьезно, чтобы объясняли ребенку, насколько это серьезно, что это все правда, чтобы не врали ребенку, не пытались выкручивать что-либо, правильно я понял? Ну конечно, не очень серьезно, не очень серьезно, можно говорить не очень серьезным языком, о очень серьезных вещах. Не знаю, почитайте главы стейбла Льюиза, как человек очень простым языком может говорить о самых сложных вещах, это просто удивительно. Вот нечто подобное нам необходимо говорить простым языком о сложных вещах. Есть возраст, когда дети верят в Деда Мороза, и это нормально. Дети, они должны верить, у них очень остро развито чувство веры в невидимое, но нужно таким образом представить ему разницу между Дедом Морозом и Богом Отцом, чтобы человек выросший, он понял, что Деда Мороза нет, но Бог есть, и всегда будет его жизнь. Понял, тут вопрос спрашивает Карина, я думаю, вкратце можно на него ответить, в принципе, уже ответили. У нас в Карабахе не было раньше церкви, святейников, и мои предки отошли к Господу некрещенными, какова их участь? Участь каждого человека в руках Господних. И когда Господь взвешивает жизнь человека, конечно же, лучше нас понимает все эти подробности, условия, в которых они жили. и поэтому очень трудно сказать, какова их участь. Если они жили порядочно, если они хотя бы по своей совести жили, следовали правде, истине, и самому благому, то я знаю и верю, что милостивый Господь, Он, конечно же, примет их. Не знаю, каким образом, как это будет, потому что многие вещи могут не вписываться ни в наши понимания, ни даже может в церковные каноны, но нужно о них молиться, нужно просить Господа, чтобы Он их принял, если не совершили грехи по своей человечности, Господь простил их, и мы знаем, что у всех нас одна надежда это Христос, который умер за всех и воскрес за всех. было советское время и не было священников. Я помню историю моего дедушку, который был коммунистом, но жил по своей совести максимально, насколько это можно представить. Я рассказываю, что на смертном Адре он мучился, он враг, я знаю, что он, скорее всего, был некрещенным и общим нецерковным человеком. И 40 дней он мучился в самой остальной стадии рака, не принимал никаких лекарств, говорил, что какие-то существа с крыльями приходят, помогают ему в этих мучениях, и просил, чтобы за него свечку поставили в церкви. И конечно, знаете, что пути Господь неисповедимы, то есть возможно, Господь, человек настолько близок был к Богу своим сердцем, и просто-напросто такие времена были, когда наша церковь была закрыта, гонимая, не было священных служителей, и это все облегчает их участь. Облегчает, потому что если бы были священники, была бы церковная служба и жизнь, если бы они бы не приняли этот зов Господень, что было подругово, как не было этого всего, поэтому и спрашивает не с чего. Поэтому имейте великую надежду на то, что в течение всего этого времени, времени бездействия церкви, милость Господня была нашим народом, и Господь примет нас всех. Аминь. Анико 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 555 спрашивает. Случилось несчастный случай, я лишилась фаланги. Очень грустно мне за это, хотя знаю, что у Бога случайностей не бывает. Мне говорят, что я не должна переживать. Это смертельный грех. Как мне быть? То, что случайностей нет, жизнь, конечно, показывает нам. Насчет смертного греха я немного не уверен, потому что означает не переживать. Возможно, не унывать, не терять надежду, не терять, не попадать в какое-то безысходное положение, потому что люди гораздо больше теряют в своей жизни. Можно даже иногда навещать в какие-то больницы, госпитали. Видно, что люди целые конечности теряют. Продолжают жить, продолжают бороться с болезнями и побеждают. Это испытания, которые нужно проходить. Если, конечно, приходят трудные мысли, если приходит уныние, потому что уныние является самой тяжелой самой тяжелой наверное страстью, самым тяжелым влечением ко греху. Нужно бороться с унынием. Нужно благодарить Бога за все то, что у тебя есть. Потому что все, что у нас есть, это не наше. Господь дал нам это по своей милости. Я думаю, что потеряв фалангу можно найти гораздо больше. Можно найти самого Бога в своей жизни, который так незаметно всегда присутствует в твоей жизни и которому очень мало времени уделяется, к сожалению. Поэтому если что-то потерял, если даже такую ощутимую вещь потерял, такую часть тела потерял, я думаю, что единственный смысл всего этого в том, чтобы через это найти нечто большее, которое приведет тебя к общению с Богом и к познанию смысла своей жизни и к вечному спасению. Следующий вопрос задает Нелли Голостян. Это моя нашанадз. На русском не знаю, как нашанадз будет таять. Когда человек говорит смысл быть воцерковленными, если Господь спасет людей своей милостью, что вы говорите? Да, смысл быть воцерковленным это общение с Богом и в жизни со Христом. Я говорил о том, что в советское время наша церковь была закрыта, у людей не было возможности быть воцерковленными, не было монастырей, церквей, и поэтому люди жили по возможности, по своей совести, по всему тому, что у них есть. Не нужно строить какие-то иллюзии, что если, допустим, люди никогда не видели священника, и они, допустим, не знали ни Евангелия, ничего, они должны были быть обязательно воцерковленными, обязательно жили по каким-то своим правилам, и именно поэтому они должны быть спасены. Нет, воцерковленность дает человеку возможность богообщения, которое необходимо для его последующего богообщения в вечной жизни. Но если нет у человека возможности, кто мы, чтобы судить их, и кто мы, чтобы говорить, что они лишаются жизни, если бы так было, если бы, если, допустим, Господь знал, что они не будут иметь возможности жить в церкви, возможно, они бы даже не пришли бы в этот мир, какой смысл вообще им приходить было особо. Ну, так как Господь дал им жизнь, дал им эти лета жизни в советское время, какой-то был смысл, и много из этого мы не знаем. Поэтому я сказал, что милость Господня безгранична и может принять каждого. А если сейчас человек уже будет жить вне церкви и ожидать милости Божьей, то это будет очень неправильно, потому что сейчас двери всех церкви открыты, Господь зовет человека приобщаться к его таинствам, и через это дает спасение. Если сейчас кто-то будет не в церковном состоянии, не крещеным, или не исповедуем, я думаю, что совсем по-другому Господь посмотрит на него. Спасибо, Дамит Джан. Следующий вопрос, который задали. Насколько важна церковная община, если приход встречается только в воскресные дни на ритургию, это нормально? Церковная община это в своем идеале это, конечно, пришествие Царства Божия, которое видно через людей. Сам Господь всегда говорил о важности единения христиан, о том, чтобы люди должны быть вместе, и именно через свою общность христиане смогли преодолеть все трудности, и вот уже на протяжении двух тысяч лет нести свет Христов миру. но дело в том, что сейчас люди очень заняты, очень часто не имеют этой общинной жизни, встречаются на литургии, многие из них не знают, друг друга не знают, какие прекрасные люди есть в литургии, может, десятки лет этот человек стоял где-нибудь в углу церкви, молился себе, оказалось, что он являлся прекраснейшим человеком, что можно было с ним общаться очень много, ну и конечно очень многое мы теряем, вот, и важность церковной общины, она, конечно, в первую очередь для нас, потому что очень мало тех общин, когда ты можешь с уверенностью жертвовать и быть, любить и быть любимым, потому что в каждом обществе, в каждом коллективе человек даже боится некоторое добро сотворить, какое-то благое дело сделать, думая, что вот это не поймут, это будет сразу как-то его неправильно оценивать, использовать и так далее, и так далее. Единственным местом, где человек может действительно творить добро, быть жертвенным, любить и быть любимым, это церковь Христова. Поэтому это очень важно для нас. А литургия это воскресная служба, где люди имеют это единение, то есть получают духовный заряд этого единения во Христе, потому что мы имеем общность только через Христа и во Христе. сейчас конечно так как развиваются технологии, очень много возможностей людей даже может не так часто встречаться, но иметь какое-то общение в интернете, в каких-то особых обсуждениях, молитвах, совместных чтениях, толкованиях, священописаниях. то есть если люди имеют стремление, возможность дана помимо литургии каким-то образом эту группу людей, которые имеют общие ценности, общее направление жизни, хотят друг другу помогать на пути к вечности. очень важно искать общины, быть членом общины, подготавливать к себе себя к этой общинной жизни, к жертвенности и почувствовать счастье, быть в христианской настоящей общине. Может это конечно не всегда встречается, может годами будете искать этого всего, но я думаю, что это можно найти и сегодня очень много таких мест, где может человек почувствовать эту радость, эту радость Христова быть в общности христиан. Отлично, вопрос задает опять наш брат во Христе, не под ником христианин. Братья, еще скажите, пожалуйста, в послании к римлянам 9.5 говорится, что Христос есть Бог, так ведь? Открыл? Именно, да, Он есть Бог. Ты понял, о чем речь? Я для наших подписчиков почитаю, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь. Если коротко, да, такие есть, так сказать. Да, в Библии свидетели иеговы немножко поменяли предложения, поставили и припоминания, по-моему, там точку поставили, потому что снова предложение Бога и благословенный вовеки, что-то такое, в греческом оригинале я смотрел, что это место именно говорит о том, что Господь есть истинный Бог. Ну и много, кроме этого, мы знаем, что в Новом Завете много мест, которые говорят о Божестве Христа. Я помню, в толковании на Евангелии от Иоанна прямо самое первое, что было, это где-то объяснил, что Христос есть Бог. Я это очень хорошо помню. Да, мы говорили об этом, поэтому им эта часть послания римлянам и другие послания и к Титу, 5-й и 17-й, и к Тимофею, по-моему, и очень много. И первое послание Иоанна, и Евангелие от Иоанна, то есть все это. Везде об этом говорят. Знаешь, вот я одно такое мнение слышал, дает, что в первые века христианам нужно было доказать, что Христос вообще был человеком, а не то, что Богом. Поэтому Новый Завет, он так написан, что везде пытаются люди подчеркнуть, что Он был человеком, потому что то, что Он Бог, это очевидное дело, но то, что Он был человеком, вот это хотели люди в первую очередь подчеркнуть. Такое мнение слышал, не знаю, как ты согласен с этим? Были такие, конечно, течения, которые сомневались в человечности Христа, вот поэтому и так, ну разные были крайности, до сих пор люди, многие неправильно понимают те места, которые Господь говорит, что Отец больше меня, да, 14 главе, 28 стихе, по-моему, говорит, что только Отец знает, но это все, это толкуется, конечно, понимается, о том, послание к Филиппинам, 2 главе 7 стихе, Господь, о Господе, апостол Павел говорит, что он уничижил себя, признав образ раба и будучи во всем, как человек, уничижил самого себя, то есть он не то, чтобы стал меньше отца, он стал меньше самого себя, как говорит блаженный Августин, в этом вопрос самим равным Богом, он стал меньше самого себя, приняв наше человечество, и поэтому он не говорит, что Отец может следовать и Писание обидеть, что много мест говорящих о том, что Христос истинный Бог. Следующий вопрос, как вы считаете христианам уместно украшать елки на Новый Год? Видишь, какие наши подписчики еще сентябрь, а уже думают, будем украшать елки или нет? Ну, знаете, что лично я предпочитаю украшать елку на Рождество Христово, потому что вот именно на Западе эта традиция идет украшение елок, вот, и поэтому этот праздник мы раньше, допустим, у нас в Армении еще до 1921 года было время, когда мы отмечали Новый Год 6 января, то есть на Рождество Христово, потому что мы считаем свои литые числения от Рождества Христово, да, ну, как-то нелогично праздновать Новый Год до Рождества Христово, вот, и поэтому желательно очень правильно христианским семьям украшать елки на Рождество Христово, вот, но если, конечно, есть какие-то проблемы в семье, допустим, может, один человек так считает, что правильное Рождество, другие члены семьи, вот, по советским традициям, как же, на Новый Год должна быть елка, и я думаю, что нет никаких проблем, можно уступить, чтобы люди украсили эту елку, радовались, не знаю, чему-то, чему там радоваться на Новый Год на свой жесток и не понял, чему радоваться, когда просто стрелка часов, что-то меняется, пусть радуются, а можно благодарить Бога за прошедшее время и с радостью праздновать Рождество Христа, которое есть началом истинной жизни, началом лета исчисления, по которому живет весь мир, признавая то, что если бы Христос не пришел в мир, то не было никакого смысла в нашем летоисчислении. Само время, оно, конечно, дано человеку для того, чтобы его использовать во спасение, во благо. Мы даже в церкви благословляем время, да, у нас. Священник, который читает молитв, называется Жам Ор Ног, да, благословляющее время. Жам Ор Ног, то есть мы молимся о том, чтобы наше время правильно прошло, и Новый Год, конечно, каким-то образом осмыслить нашу духовность. И поэтому, если вы христианская семья полностью, желательно отмечать прождество Христа, елкой, всем торжеством. Если есть, конечно, какая-то проблема в окружении, не надо настаивать, не надо каких-то претензий проявлять. Скромность, выступчивость можно украшать елки какие-то, если люди в этом видят смысл. Но радоваться, истинно радоваться Рождеству Христа Господу нашим. Ну, то есть, да, если даже кто-то там наряжает елку, украшает, не означает, что он прямо язычник самый последний. Просто есть такие люди, которые категорически против, это языческие вещи, поэтому не надо спрашивать. Это не так уж не допустим. История новогодней елки, она очень рождественская, не языческая. Были какие-то традиции язычников, как у разных народов было украшать деревья, но сама история новогодней елки, она в корне своей воли христианской. Когда такие вопросы дают, значит, я вспоминаю сразу, что, например, чай можно пить, да, некоторые говорят. Я говорю, а вы знаете, что в Японии питье чая это обряд такой, да, что люди пьют чай? Обряд. Вы считаете, синтоистами стали, да, если так смотреть? Да. Следующий вопрос. Говорят, случайностей нет у Бога многоточия, чтобы дать нам урок? Вопрос. Я просто немного не понял, о чем тут вопрос. Ты понял? Ну, примерно понял, что то, что происходит в твоей жизни является школой. И, конечно, я согласен. Возможно, какие-то мелочи жизни, которые не так важны, которые являются плодами нашей какой-то деятельности, там, не знаю, с какой ноги стал, сколько бутербродов сел на завтрак, или какой маршруткой поехал, это не является какой-то особой Божьим промыслом, это является просто обычной жизнью. Те случаи, которые влияют на наше будущее, на наше настоящее, то, что меняет нас, не являются некоторой школой жизни, которой мы должны черпать уроки для того, чтобы возрастать духовно. Человек перестает развиваться, перестает жить, когда он перестает учиться. Поэтому нужно иметь открытые уши, для того, чтобы все события в своей жизни переосмыслять и видеть в этом промыслительное длание Господня, висницу Господню, которая нам хочет помочь. Я только прошу вас в эти мелочи жизни очень не вкапываться. Вот поэтому вопрос действительно влияет на твою жизнь. Вопрос такой более личный к тебе, Давид. Вы состоите в какое-то общении? Бывают ли там проблемы? Как их решаете, если бывают? Я состою в общении, которое нужно очень даже можно назвать братством первопрестольное святого ячмяадзина. И проблем очень много бывает. И решение проблем конечно бывает разным, потому что все это очень частно. Но проблемы решаются только когда их ставят перед лицом святого евангелия или всего того, что исходит из святого евангелия. Потому что если мы пытаемся каждый свою правду представить как правду Божию, ничего не получается. Один допустим верующий сказал, что так, дьякон сказал, что так, священный сказал, что так. Все это личные мнения, которые если не имеют авторитета священного описания, создают некоторую проблематику. Поэтому в каждое общение нужно первичным ставить слово Господа нашего Иисуса Христа, которое всегда человеку говорит, что нужно любить, нужно жертвовать, нужно пытаться думать о своих ближних больше, чем ты думаешь о самом себе. Именно это помогает тебе возрастать. Потому что если мы не побеждаем наш эгоизм, даже наше духовное эго, это нас приводит в тупик нашего духовного развития, мы в тупике бываем. Община помогает человеку развиваться. То есть не только когда ты помогаешь другим, ты помогаешь очень часто самому себе преодолевать эти оковы эгоизма. И поэтому нужно иметь в первую очередь Слово Христа, учение Святых Отцов, Святую Церковь, авторитет Святой Церкви и всем этим решать проблемы молитвой, смирением и предпочтением блага ближнего своему благу. Как очень филонтропически сказал, очень хорошо сказал, Давид, спасибо. Хасмик Хачатрян спрашивает, предлагаю каждый этап литургии объяснить в отдельном эфире, почему-то не всем все понятно. Ой, я это в прошлом году делал, а видео сохранил, все можете посмотреть, ну, можно как-то там по-другому сделать, даже не видео, было бы тоже здорово, Давид, что скажешь? Да, литургия, знаете, что является центром, центром духовной жизни христианина, и многие не понимают, начиная с языка, да, грабар, или древний язык, армянский, он трудно понимается, даже если переведем на современный армянский, современный русский, тоже многие, многое останется непонятным, то есть нужно говорить, если у вас какие-то конкретные вопросы, допустим, возникают, что вот почему так говорит священник, что означает, не знаю, твое, твое, из твоего тебе вознашаем, да, как мы переведем, нужно это все толковать, поэтому посмотрите видео, которое есть на страничке, вот, и, если какой-то интересный проект будет, можем как-то обновить это все, может, саму литургию можно какими-то комментариями записать, вот, если есть идеи, пишите, мне это интересно, лично мне это интересно, думаю, что, как же будет интересно это, помочь людям понять таинство литургии. Следующий вопрос задают, говорят, что гордость это хорошо, когда есть гордость за детей, за свою нацию и так далее, а гордыня это плохо, ваше мнение, каково? Мы знаем, что, все, что есть в человеке, что Господь сотворил все чувства, все задачи, они благи, плохо только когда человек это использует не во благо, да, допустим, у человека прирожденно есть, допустим, какая-то злость, да, он эту злость если использует в борьбе со грехом, когда им приходят злые мысли или какие-то искушения, он может разозлиться, на это искушение, говорит, вот ты плохая мысль или вот искушение, этим победить, вот, ну и каждое, каждое такое чувство человека, оно создано для блага, но человек после греха падения это использует во зло, да, он злится на своих ближних, вот, на жизнь, даже на Бога, ну и все, все, что есть в человеке, оно, конечно, может быть благим, может быть неблагим, ну и гордость или, допустим, похвала и все такое, оно может использоваться человеку, если он не примешивает к этому своего эго, да, это благая гордость, можем гордиться о том, что мы христиане, мы получили радостную весть спасения, можем гордиться нашим народом, который такой, такой путь прошел для того, чтобы свет Христовый сохранился, не променял, не продал это нам, можем гордиться очень многим, вот, и это не повредит нам за своих детей, да, если человек гордится своими детьми и к этому он примешивает свое я, вот, я так воспитал, я родил, я то, я сё, конечно, нет никакого смысла, это гордыня, человек хочет показать, какой он хороший, если он гордится благодаря Богу, то я могу гордиться, не знаю, нашей планеты, как красиво Господь соустроил, потому что я знаю, что не я это сделал, это рука Господня, или, допустим, многое-многое в жизни, если я это Богу предаю, говорю, что Господь это всё сделаю, могу этим по-благому гордиться, как сказал апостол Павел в послании Коринфянам, кто хвалится, то есть хвалится Богом, весь цикл и мессия. То есть можно сказать, эти все слова вместо гордости просто сказать, прославить Бога за это, поблагодарить Бога за это. Похвала, радость, почему бы не гордость можно как-то убрать, или вот так. Сейчас, да, самая гордость воспринимается в нечто негативное, ну, а задатка этого, что в душе человека, это похвала, или это чувство, нужно использовать во благо, чтобы оценивать всё, что у тебя есть в жизни, потому что мы очень часто теряем многое в своей жизни, не оценивая, не хваля, не гордясь этим мы это просто-напросто придаем какому-то неведению, забвению, и поэтому мы теряем это. Поэтому будем радоваться, хвалить Бога, да гордиться во благо, что всем тем, что у нас есть, всё это в центре всего этого, ставя Бога, а не своё я. Остаётся 10 минут до эфира. Давид Джан, следующий вопрос. Ваше мнение на то, чтобы литургия проводилась на современном армянском? Сейчас многие, конечно, во многих странах церкви пришли к этому выводу, что люди не понимают древних языков и нужно использовать тот язык, который понятен людям. Но одновременно с этим, конечно, вопрос в том, что вся эта таинственная глубина древних языков, всё это, которая была очень часто вдохновением Господним людям, она не чувствуется в этих переводах. Поэтому является какая-то проблематика. Для меня более желательным является то, чтобы сама община людей, люди в приход церковный, священниками определенное время, допустим, раз в неделю какие-то курсы провел, объяснил литургию, язык, перевод, смысл слов, глубоким образом объяснил, чтобы люди немножко научились этому и смогли в этом, то есть в каком-то уже определенном высоком классе понимать это, когда человек уже понимает древний язык, это уже другой этап, то есть другой этап развития, это, конечно, очень желательно, если этого нет, если нет постоянной общины, если есть проблематику понимания, особенно, допустим, за пределами Армении, когда люди даже армянского языка, допустим, не знают, с трудом понимают даже современные армянства, древнеармянские для них вообще темный лес, то, конечно, нужно думать о том, что каким-то образом реформировать все это, или, допустим, какие-то песнопения будут на древнеармянском, молитвы священника будут переведены, вот, я помню, в Америке, когда я был, многие молитвы священник, он говорил на грабхаре, потом на английском языке, да, то есть самый важный момент литургии, он обязательно молился на том языке, который людям понятно, то есть на английском он говорил, вот, поэтому... как-то интересно, слушай, я не знал. Да, и очень-очень правильно люди понимают, что вот это примите, идите, допустим, вот самый главный момент кульминации литургии, да, или исповедание грехов, или, допустим, такое, описнопение, допустим, ну, даже на современном армянском человек, допустим, не знает этих слов, ну, когда поют все равно, он там многое не понимает, он должен взять и прочитать все это, вот, поэтому можно какие-то уступки делать, я думаю, и людям все это преподносить в таком виде, в котором они могли понять, потому что вера от слышания, от слышания, от слова Божьего понимать, если человек не понимает, не слышит, то ему сложнее, конечно, прийти к этому. 8 минут остается, мои дорогие друзья, на все вопросы не успеем ответить, вы можете прямо в директе задать, если не успеем. Тарусян спрашивает, добрый вечер, скажите, пожалуйста, в Ветхом Завете в 17 главе рассказывается, как Господь явился Аврааму и поставляет завет о том, чтобы был на 8 день обрезан весь мужской пол, почему это сейчас не соблюдается? Вот. Конечно, мы знаем, что многие постановления Ветхого Завета имели временный характер, потому что закон по словам апостола Павла имеет тень грядущих вещей, но он был подготовителем к принятию Христа. И в ранней христианской общине были споры о том, что нужно соблюдать или не нужно соблюдать. И очень решительным, очень большим влиянием было слово апостола Павла, говорил, что ни обрезан не является никакой заслугой перед Богом, но верой, которая совершается в делах любви. Поэтому, смотря на послание апостола Павла, именно из этого мы видим, что он говорит о обрезании духовном, обрезании сердца. Что было обрезано? Человек крайнюю часть своей плоти обрезал в знак смирения перед Богом, в знак того, что он принимает какой-то обет, да, это обет был с Богом. Все это перешло в духовную область, и поэтому мы имеем обрезание сердца, когда мы принимаем волю Божию, мы через крещение усыновляемся и уже не имеем никакой необходимости в принятии ветхозаветных правил. Но все тоже касается свинины, допустим, что мы, Господь говорит, что мы должны есть свиньи, мы едим всякое мясо, которое благословляется, и многих постановлений, в ветхом завете 613 постановлений, которые должен был еврей использовать, но и которые должны принимать, мы эти 613 постановлений не принимаем. Только те заповеди, которые относятся к нравственной жизни, мы их принимаем, поэтому все то, что дал Господь Авраам и потом Моисею, было для того, чтобы народ подготовился к принятию Мессии Христа. А мы уже приняли Христа как Мессию, поэтому не имеем какой-то необходимости в этом подготовительном этапе. Ливон спрашивает, существуют сейчас в Армении гностики? Ну, знаете, я не встречал таких особо гностиков, есть некоторые неогностики, которые какие-то с язычеством что-то смешивают, не так много, но я небольших некоторых людей встречал, которые имеют нечто подобных неогностиков, но это я думаю ничего серьезного не составляет, потому что учение гностиков пережило свое время и во очень многих местах даже как-то не очень серьезно можно воспринимать сегодня. Ну, если вам не питаете, допустим, это система Валентина, допустим, или, не знаю, эти системы гностики, которые являются основой их учения, это просто какие-то сказки Венского леса. Почему суеверия сбываются у некоторых людей? Случайность или другая сила? Три минуты? Очень многое зависит от того, как человек сам себя настраивает. Допустим, если верю, что черная кошка перешла дорогу, она мне перейдет, я там к себе ой-ой-ой пришла-перешла, и так весь день буду себя настраивать, конечно, это очень хорошо будет. Человек живет плодами своей веры, и то, во что он верит, рано или поздно становится частью его жизни, поэтому именно судя веря, верить в ничто, человека приводит к этим событиям, очень часто к неправильным, потому что не лишается благодати Божией, вот, и будучи в безблагодатном состоянии, падает в разные неприятные какие-то ситуации жизни, и это интерпретирует как именно плоды этих своей веры, на самом деле являются просто-напросто плоды его бездуховности и неправильной духовной жизни. Тут вопрос, как Вы объясните выражение духовное эго? Две минуты. духовное эго, именно тот эгоизм, который зарождается на духовной почте, когда человек начинает жить духовной жизнью, он уже как бы не для своих каких-то удовольствий, какого-то власть или чего-то такого, и там все собирает, для того, чтобы люди думали, какой он духовный, использовать свою духовность для своих собственных целей, вот это является пищей духовного эго, когда человек имеет духовную жизнь, но не имеет Христа. Нечто подобное мы видим в фарисеях новозаветных или таких людях, которые имеют внешнее богопречитание, но не имеют этого смысла. Когда мы используем наши духовные возможности, наши отличия от мирских, когда мы используем все благословения Божьи для своих личных собственных эгоистичных целей, это является духовным легком. И последний вопрос, полтора минуты, болезни даются грехи человека? Болезнь в своем глобальном понимании является плодом первичного греха, но сами болезни в частных каких-то случаях даются не всегда за грехи, для чего-то, не за каких-то проступков, для того, чтобы человек преодолел эти болезни и духовный окреп, для того, чтобы во время болезни он больше вспоминал Бога, пришел к двери. Есть случаи, когда скажу кратко, именно болезни являются плодами каких-то грехов. Человек пьет, допустим, слезы вечные и так далее. Есть болезни, которые даются для спасения, поэтому нужно частично разделять и уже понимать, что почем. Все, на этом думаю закончим. Тут последний вопрос, правильно ли посещать церковь без платка, если нет, 20 секунд как-то скажи. Если с собой нет платка, можно зайти помолиться, никаких проблем не видно, потому что все это просто какое-то внешнее благочестие, а если ты постоянно приходишь на литургию, все женщины в платках, и ты одна такая вот, я не хочу и не буду, то это просто как-то не очень прилично и культурно, поэтому лучше иметь.